Марфа – вельный мостный человек. Кожный день до яя приходил в губайзик и погрожал. Коли ты не стаси людей и не подпишешь, то мы предъявили вот такие артикулы. Был момент, когда я наклали перед ей телефон и сказали, что она может поделефоновать батьку и бабуле по обмену на признание. Не глядячи на тое, что батька у яя хворил на онкологию, а бабуля была в утренном здании, она не ишла на такие умомы. У некий момент я ей выкликал психолог, дау лист за святкой об смерти бабули. А на наступный день пришел в губайзик и сказал, ось бачишь, мы пропановывали тебе потелефоновать, але ты упираешься. Карантин протягывался 48 дней. Мы на Самрэдж были не было в полонне. Что сделать с этой маньяки далей? Мы не ведали. Видавошна, што мы сядзім, пакуль з нами варашаюсь, што робить. Усё дошло до того, што мы стали вспоминаць родных. Мы разважали там, што мы калесы ходзели не сказали неких важных слов. Мы пастоянна праслуховываляся до гуку машин и аутазаков, які приезжаюць. Одна женщина казала, боже мой, девчата, нас напэлна у лес повезуть. Я спадзевався, ешмат хто, што прысута межуеца хатні хімій. Але прокурор запрасывал гуд калонію агульна режиму. Любое туремное знявольнне для мяне – гэта смерть. Тому, што я повинна быть подстанным наглядом врача, Примать великую колькость моцных леков. Я могу не вытравать. Наут месяца.